Здорово, ребятушки! С вами Аладушки. И это путешествие по подземельям Майнкрафта. Узнал несколько вещей. Давайте встанем на наше обычное красивое место. Значит, во-первых, у нас мы можем продавать вещи, это мы узнали в прошлый раз, но когда мы продаем зачарованные вещи, то нам возвращают очко зачарования. И это круто! Ну, блин, это магию, поинт майки, вы поняли о чем я. Вот, поэтому можно не бояться их использовать. Теперь косметическое. У нас есть кипровка героя. Плач, почему бы нет? И у нас есть пэт, который мы можем с собой таскать. Есть попугай, есть цыпленок и есть... А это как-то вниз? Не, вниз не уходит. Песец. Возьмем мы именно его. Вы представляете, приходите-то такие в лагерь к зомби... к зомбям каким-нибудь или в какой-нибудь данж такой заходите и говорите... Вам пришел... Песец. Ну, это эффектно. На мой взгляд, эффектно. Значит, я думаю, что мы можем сделать. Я думаю, мы можем... Это да, вот наша бронька. При любом использовании зелья исцеления вы так создаете случайную еду. О, при любом. Это круто. Попадание в вас, наносящих урон снарядов, иногда создать небольшой колчан стрел. Ха, ресайкл типа. И, исследователь. Вы восстанавливаете небольшое количество здоровья за каждую сотню исследованных на карте блоков. А это, на самом деле, неплохо. Тут. Повышает скорость атаки. Это, кстати, может быть неплохо. Дает шанс одно время выпустить несколько стрел. Пять. Давайте. А, это вот так работает. Некоторые атаки. Моментально следует еще одна атака. Собрайте больше изумрудов, спавших врагов. Давайте, наверное, вот так. Вот так. И вот сюда, может быть, вот это вот. Поставляем 0,3 здоровья, серьезно. Давайте вот так. Так, да, вот это вот. Мы пока что потратили все очки, но по логике игры, они должны будут нам все вернуться, если мы поменяем вещи и продадим те, которые у нас есть сейчас. Будем надеяться, что это так. Также у кузнеца тут можно купить случайные предметы. Давайте я еще один куплю. Доспехи наемника. Блин, наверное, стоило это сделать до того, как качать наши доспехи, да? Популярные среди знаменитых... А, экономных игроков. Выглядит неброско, но отлично справляется со своей задачей. Отлично. Давайте посмотрим. Девять. Кстати, редкое. Здоровье плюс 30. Минучку. Наша бронька что нам дает? Здоровье плюс 35. Стрел на пучок плюс 10. Урон в дальнем бою 30. Поглощение урона 30. Поглощение урона? То есть это дает стрелы дополнительные и урон в дальнем бою. Эээ, прикольно. Урон в дальнем бою 30%. Мне только сейчас-то дошло. Так. Это поглощение урона. Аура увеличения ущерба от оружия. То есть эта штука у нас для замеса. Так. Получается, что... Если мы идем в рукопашный размен, то нам нужна вот эта броня, потому что она поглощает урон и аура увеличения ущерба от оружия. То есть если мы идем в размен с кем-то. А вот эта вот, это стрелковая. Для того, чтобы хорошо использовать стрелковое оружие. Так, я понял. А эта... А эта мы заберем. Спасибо. Еще можно отменить, если ты вдруг не то разобрал. Это прикольно. Мне пока нравится. Хорошо. То есть у нас будет бронька на замену, если что. Ладно. Вот эти три мы прошли. Пойдемте, наверное, на... Болото, что ли? Какие-то артефакты будут. Да, пойдемте. Нам интересно. Тут какие-то чуваки носатые ходят. Мокрое болото. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. 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 Так, я что-то уже слышу. Какие-то харкания, обливания. О, а вот и мультишок сработал. Неплохо. А, да, сюда я сойти в воду не могу. Давайте я, наверное, с картой буду ходить. Мультишок сработал... Ой. Вот сейчас он сработал не очень. А так, в принципе, он срабатывает крайне вовремя. Это прикольно. Ну, а и новый уровень как раз добили. Неплохо. Так. Мы же шанс на мультишок не повышали. Он на первом уровне только. Хорошо. Я понял. Так, отлично. Там есть вот эти вот какие-то островочки, но я так понимаю, что сюда я в пролете, да? Я там не смогу попасть. А вот эта табличка. Тут их две даже. Уйдите с моего болота. И вот шанс на экстра денежку. Или это был не шанс на экстра денежку. Стоп, я же не качал шанс на экстра денежку. Ладно. Так, вот и стрелы. А вот и Джонни! Так. Ну-ка, давайте глянем. Вас можно и так завалить. Почему-то из скелетов больше вываливается лута. Или мне кажется... Хм. Ладно. Чем-нибудь с этим диномитом? Ходишь? Например. Ну-ка, зелье вселенной. Ну, блин, оно всегда на такое время составляет тебя быстро бегать, быстро. Это я не хочу быстро. Я хочу осмотреть, облутаться. Ну, блин, тут же кучи интересных вещей происходит. бронированный дядь ты чё еще поповалялся такой повалу так да вот я сразу свиньки генерируют выпил закусил выпил закусил все по правилам ну квас я много раз говорил что я сам очень сильно против алкоголя поэтому в моем случае выпить чего нибудь это квасу чаю кофе например ли на вас стрелы тратить вас проще так то бить консервные банки не начинает не хватает демиджер и стрели на стрелах и видите на них по два приходится тратить и они меня неплохо так лупят то есть в таких случаях на защиту лагеря наверно лучше одевать железную бронь q мне кажется так ладно посмотрим если в дальнейшем ну естественно дальнейшем будет становиться хуже посмотрим какой будет скейлинг атак у них и у меня если что то наверное придется переодеваться в танка пока что ходим как охотник но возможно в будущем придется что-то менять они хилки жрут я крипов с первого раза не убиваю ухты так это не могу пока ты что за блок такой а я понял ты прям реально блог то есть из тебя будут вылазить еще мелкие хорошо уйди ты от меня хитрый такой подкрался ко мне подкрался незаметники такой попытался меня банку кинуть разбиваем всю эту фигню вам это не надо ребят вы этого еще не знаете о волну вот это сейчас неплохо получилось до мультишот надо качать чтобы у него было больше шансов да ты посмотри какой они урон наносят а он муки матрешки ты откуда взялся не 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 он сверху кидает вы чё это отрава что ли да это стойте не форму получил то что я стал крипов с двух раз убивать это конечно немножечко напрягает надо что-то делать нужно прокачивать ну смотрите как мультишот хорошо решает качество на всех бегут такие люди ты в них фыдыщ пачку стрел прям им в пачку ух неплохо чем остался немного кстати но надо будет исследовать новая цель найдите котел но он скорее всего там и сейчас конечно же пойдем и глянем но он скорее всего там давайте знаете что сделаем у меня а у меня одно очко на прокачку ладно надо два очка навыков и наверное мультишот еще раз качнуть потому что но очень полезная вещь кидаться пачками стрел во врагов нужно просто нужно наверно тут ничего нету случайно такие места знаете что мне напоминает напоминает все вот эти вот фильмы про новый но не новый орлеан новый орлеан пожалуй вот от того времени там всегда тоже болото аллигатор и все дела прикольно в общем локации вызывают разнообразные вайбы как говорится то есть ты такой смотришь и тебе то тут то там напоминает про что-то это прикольно мне нравится такой а так тут целый данж еще с этим котлом это было только внешняя часть я и вот как мне туда попасть а он за стенкой хорошо блин у меня там этот поросенок убегает мне нельзя было его упустить вот я кстати жаловался на отсутствие боссов вот пожалуйста босс странник края это была паника я вообще пара погнался за поросенком а тут короче такая штука вылазит вы не офигели вот и я вообще чуть не хвакнул тут что вообще получил ты кто арбалет у у бесконечность шанс немедленно получить стрелу взамен выпущенный опа а вот это круто небольшой шанс рикошета стрел от мобов при на него урон больше но мне не будет мультишота да так это 13 20 49 урон дальнем бою 22 то есть 20 49 кстати мантия вызова 75 здоровье ох ты елки прикольно время перезарядки артефакта а это на магических статей аура скорости перемещения на плюс 15 процентов то есть я буду быстрее бегать у него есть много чар эта штука так 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 это нужно будет после данжа разбираться что я хочу если если менять вещи это менять билд полностью то есть отказываться от чего-то одного блин а вот тут вот это вот это классно когда игра заставляет тебя реально задуматься сделать выбор они тоже пойдет похожу в этом вот там не мне нравится когда такое когда хорошо про ну-ка бы я тут как раз такой думаю надо бы мультишот качать на тебя арбалет получше ну вот думаю что бронька классная как раз стрелковая буду стрелком на тебе броньку на другой класс получше на тебе это на два дебилах один сюда выстрелил другой сюда серьезно стопа код куда этот мост мне нужно сходить на этот мост или нет или через вообще происходит я туда не попадаю да вы чё я типа могу под ним пройти ладно приятного аппетита где сундуки ребят я сундуки хочу я хочу богатство сокровища все дела лут больше лута нет за босса кстати спасибо 4 стрелы то есть стрелу он хилится потом еще ой вот потом еще три ну то есть какие то они реально плотненькие становятся этого дамы уже не хватает все поговорили хотя бы обычных этих с первого раза варим тоже неплохо ну как бы смотрите ребятки то что мне нравится эта атмосферка музончик все дела она реально довольно неплохо сделано да хорош хилиться блин я еще стою в этом ядовитом облаке на платный титр яблочко яблочко не помогло будет второй уровень это да ну тебя тебя тоже еще один арбалет короче арбалеты дал лучше чем луки но это во всех играх так было кроме легендарных луков обычно арбалеты лучше чем луки но фишка в чем они обычно медленнее то есть у тебя есть арбалет у него больше урона но у него скорострельность меньше по понятным причинам а может вот так лучше сделать отрегенерируемся немножечко а что у нас тут тогда выходит так ну это очень прикольно то что сделать такую локацию кстати вот то что писец иногда гавкает не знаю мне такие тоже ощущения дает в том же например ганджи не когда ты ходишь с корги он иногда тебе гавкает чтобы сказать что рядом есть какой-то полезный предмет и звук прям вот точно такой же как у этого писца и фишка в том что когда он гавкает меня каждый раз рефлекторно дергает где где артефакт а он такой нет это не артефакт я просто гавка это офигел блин подкрался ко мне вплотную начал меня грызть все договорились нормально почему эти домики закрыты я бы хотел походить по домикам например было бы круто вот ну не знаю о сундучок неужели сумму здесь нашел для данжи ты честно говоря маловато сундучков выйди из яда то хорош блин меня травить и плен маги реально доставучие но не магия ведьма эти понимают этот звук оба с первого раза хаваем ребушек хаваем зельницы хаваем все подряд так дождик хорошо припасы припасы стрелы хлебушек стрелы кстати стал тратить больше стали попадаться меньше их уже не пять сотен висит их уже две сотни висит и тоже хорошо не заканчиваются и на том спасибо чего такие мелкие чуваки сюда подходят как будто эти дети зомбаки и они щитки бегают маленькие дефективные блин так не нет вот не надо зелье ускорения брать погоди я сначала хочу сундук взять об она удочка редкая такие пол кстати чуть с удочками делать и над будет разобразно то есть да она у меня есть даньки кто улучшаются все дела но блин . она для ловли рыбы хорошо для подтаскивания чего-то тоже нож вот так подтаскивание чего мультишотом сразу грохнула все я пошел в размен надоели отсюда вас можно перестрелять нет отсюда до мои стрелы так далеко до летят запросто вот он думает его не видно и убегать убегает валять сюда тут такой кармашек интересный чего бы кстати ну с учетом того что мобы стали посильнее то и опыта стало побольше что круто отдельное спасибо на этом принципе как всех от поддержках так что пусть или джи учет и кем был вообще в прошлом я уже на секундочку подумал что застрял это это арена дарья нас боссом это котел босс уйди нафиг от меня ты кто такой вообще что-то такой плотный у меня хилки нету оно там так пулькает эти штуки стреляют взяли силы о давай это не давали ты касси у меня так стрелы если чё закончится там свинина выпала на свинину я уже никак не подберу ты к себе да нет туда подходить нельзя это вообще беспредел утки что за утки нафиг утки убийцы нет блин он меня убил серьезно а в смысле осталось жизни это наш жизнь и это как смысле на жизнь да себе а шо вас так колбасит ребята уйди фигасе но вот эти штуки они мне очень сильно плюются я ничего сделать не могу по сути да у нас какие-то обычные зомбаки которые подходят они мне ничего не сделают неплохо у них получается дурить а а как и в минуточку три жизни имеешь ввиду на убийство этого босса это мощные ребята блин они меня бьют если чё офигенно если я это не пройду ну как бы он так спамит свали от меня офигеть все осталось одна жизнь он просто берет и спамят вот этими штуками там где я нахожусь я ему даже треть жизни не снял но какие-то фазы будут еще что-то меня тупо не хватает урона у меня заспамивают треть жизни треть жизни да нет последний шанс я просто стоял спамил уже вплотную последний шанс ну у него заканчиваются хп-шки я могу это сделать тут кто кого переспамит у меня закончили стрелы нет конец игры в смысле конец игры вы хотите сказать что я просрал танж блин вы видели сколько у него оставалось хп-шек ёлки-палки вот это сейчас был эпичный фейл так так ребят что мы делаем мы наверное делаем вот так урон в дальнем бою вот так вот эту мантию вот эту мантию теперь разобрать и разобрать это здесь у нас на два раза было прокачано да значит хорошо мантия у нас что дает огненный след есть огненный след при кувырке о о точно у меня же кувырок есть каждые несколько секунд выпускает снежок ближайшего рога кратковременного оглушая его надо кстати тоже неплохо это при активации любого артефакта ваша скорость движения кратковременно возрастает на 20 процентов уменьшение времени перезарядки между использованием артефакта тоже хорошо каждой 5 секунд вносит урон всем врагам поблизости да хочу 5 следующее так и наверное вот это да давайте вот так вот сделаем мокрое болото нет мы идем туда только на этот раз экономим стрелы если у нас было больше стрел мы бы вытащили теперь у нас больше жизни больше брони больше урона на выстрелах да пропускаем я не думал что мне настолько понадобится это вот аура которая у меня есть да быстро всех убиваем так а теперь у меня не будет появляться хлеб при каждом этом но в принципе ладно ну мы уже более-менее знаем куда идти я не буду заглядывать в каждый угол потому что мы тут уже везде были я сейчас еще новый уровень подберу пока я здесь давайте до туда дойдем блин как это я проиграл танж вы чё вы нормальный вообще в своем уме дай мне стрел я конечно все понимаю но мне нужны стрелы ребят поэтому я коплю иди отсюда офигеть ну блин я живу почти заводил на самом деле если бы я изначально пошел бы вперед более решительно то я думаю я по его грохнул пока что копим стрелы мне нужно побольше чтобы их хватило потом заспамить три жизни на танж дается вот это круто я просто до этого ни разу не сливался здесь и я не знал что тут такая система выживание накопления и всякой ходи сюда эти тоже от аварию только я могу здесь противно смеяться елки-палки в курсе вообще чуть не убили меня мелкие гады офигеть да быстренько разбиваемся все котлы все то же самое сейчас уже займет у нас гораздо меньше времени потому что мы уже знаем что делать уже знаем куда идти только нас чтоб чтоб тут не убили было бы вообще хорошо а то они навалились такой толпой так у меня регенерация отлично да хорош меня кидать блин спаммер фигов стоит такой хадыч 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 бло бы оба вот надо наверх пойти это но короче вот эти ребята с бутылочками самые пока что доставучие вообще-то вся эта фишка с отравлениями с зельями опасно нет ух я его успел убить ух яблочко все о там сундук я сундук пропустили сундук я пропускать не хочу пойдемте о отлично еще стрел 200 стрел интересно мне будет хватать этого не будет у меня кстати увеличилась по идее вот это вот перезарядка обилок палаш не стали попадаться шмотки следующего уровня серьезно так пока время идет и не буду его терять найдите котел идемте котел это вот центральный коня который нас как раз и убила поэтому все идете нафиг отсюда а я иду за котлом все фух так что что за кинжалы кинжалы 15 кирка 10 показалось мне может кто-то убить лук 14 охотничий кстати да прикольный урон в ближнем бою область атаки меньше мощь меньше оружие только трусов по крайней мере так говорят о вот стрелы стрелы надо взять просто обязательно я надеюсь тут не пропадает так допустим если я возьму кинжалы посмотрим сколько у меня будет урон проходить какой вообще урон я буду делать людям давайте мне надо board чуть 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 пока что с ними похожу ладно что указано ст Иди сюда Кинжал, нет, знаете, кинжалы Мне пока нравятся Вот эти вот полаше, они, конечно, крутые О, кстати, удочку надо поменять Но кинжалы Прям тема Давайте тогда, наверное, кирку Соберу, чтобы мне вернули Оу, сколько мне за неё много Вернули-то Кара, повышает урон и у насилия в ежи Ээээээ Я, вообще-то, в инвентаре был Ну, как так можно-то Так Так, а это огненная форма поджигает мобов на 3 секунды, причиняя постепенный урон. Урона в секунду. Давайте попробуем с огненными кинжалами походить. Неплохо, неплохо. Они наносят большой урон и к тому же еще и поджигают, еще я хожу с огненной аурой. В общем, все хорошо. Да иди, я товарю тебя тоже. Немножечко, огненный урон стакается этот? Блин, они прям реально прожигают насквозь, круто. Так, 1057 стрел, если что. Не, ну вот так-то, конечно, все стало гораздо повеселее. То есть я там до этого ходил и реально колупал их, а сейчас подходишь и все. Ну-то сейчас покидаюсь. Вот так вот ударил его, вместо того, чтобы он пошел лечиться, он пошел и сдох. Ну, удобно же. Привет, криповеньки. О, еще одна свинюшка. Прикольно. Вообще. Тотем регенерации? Что, что, что? На секундочку. Тотем, который испускает круговую ауру, исцеляя вас. Давайте я вместо удочки пока что, я не уверен, как это работает, удочка, я имею ввиду, поэтому давайте я вместо нее пока что поставлю. Интересно. Блин, это не опускается, жалко, тут так выглядит все красиво. Так, опять на улицу, опять в дождь. Иди сюда. Догорел. Прикольно, это очень прикольная штука. Вот огненные всякие спеллы. Прям офигительно работает. Смотрите, как они разлетаются. Все, кто хочет ко мне подойти поближе, пожалуйста, подходите. Пока что мне этот билд очень нравится. Мелочь можно вообще не бить, они просто подходят, смотрите. И сами горят. А если их еще и ударить, то там начинается вообще пылание задницы. Прям как у школоты. Так, тут где-то сундучок. Вон он, вижу. За сундучком я схожу. Что, что, за сундучком я схожу. Я забыл, что у меня есть перекат, и у меня на перекате есть... Блин, круто, у меня же на перекате есть это поджигатель. 19, палаш. Скорости не кокущие, но мощь и область огромнейшие. Так, окей, это мы попробовали огненные кинжалы, да? Да. А что будет, если мы поставим палаш? У него какие вообще улучшения есть? После победы над мобом вы получаете шанс, вероятно, с 10% в кратковременно повысить вашу скорость атаки на 50. Шанс на шанс, шанс временно оглушить врагов, шанс кратковременно атаковать цепью и обездвижить группу мобов. Посмотрим. Блин, не знаю, мне пока нравятся кинжалы. Ну, у палаша явно больше урон, но он медленнее. Ну, короче, не знаю. Посмотрим, как пойдет. Вот этот палаш, естественно, никуда продавать не буду. Давайте, знаете, что сразу сделаем? Вот эти вот мелкие палаши. О, они тут есть огненные, с разными модами. Кинжалы на 19? У меня кинжалы на 15. Вот есть кинжалы на 19. Повышает урон наносимой нежити. Блин, а у меня огненные. За некоторыми вашими атаками моментально следует другая атака. Собирайте больше изумрудов, спавших врагов. Нежить, именточку, нежить. Ну, нежить, они же все нежить, нет? Хорошо, хорошо. Давайте я тогда поменяю огненные кинжалы на вот эти. И прокачаем, наверное, повышенный урон нежити. Да, посмотрим, как это все будет идти. Стрелы. О, отлично. Три сотни стрел уже набралось. Суперски. Блин, офигительный. Огромный урон для нежити. Они просто разлетаются, круто. Ха-ха-ха-ха. Ну, я так понимаю, что ведьмы, это не нежить. Нежить, это вот эти вот ребята. Все, все, я понял. О, а тут я не был. А как мне туда пройти? Тут закрыто. Секундочку. Это выход откуда-то? А, это вот это, серьезно? Да, это вот это, это маленький дополнительный дань, который тут или зарегенился, или он тут был, уж не знаю. А что я тут тогда делаю? А что я делаю? Ты у нас нежить? В смысле, я чуть не помер? Вы не офигели? Когда мы не успели столько хп-шки-то забрать? Стрелки и маги вообще офигели. Накидали на меня столько урона. Фу. Э-э-э-э. Я думал, я уже убил всех. Ну все, не все, я их убил. Нет, ну это, конечно, круто, что это, а может быть, мне что-то дадутся? Я же их всех убил, нет? Или где-то осталось что-то еще одно, что я не понимаю. Надо не забывать про прыжочек, который у меня есть. Прыжочек, дружочек. Ладно, я получил какую-то плюшку. Блин, офигеть. С другой стороны, если этот секрет был здесь в прошлый раз, я его не увидел, то, наверное, это же хорошо, что все так получилось. Супер. Это был звук найдено пройденный секрет или что? Стрелы опять. Темной формой просто уничтожил. Так, ну хорошо, эта штука работает лучше, чем огненная, поэтому огненную я разбираю. И, кстати, у этой штуки ей нет уровней. Интересно. Надо будет глянуть. Так, и у нас палаш. Палаш у нас минус, огромная скорость. И что-то у нас даешь... А, ну да, 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 мы читали. Оглушение, заглушение. Пока... А, ну стоп, мы тут одно прокачали. Кара. Давайте, может, мы тогда кару еще раз качнем. Прям вот так вот сделаем. Треть ударов. Ну, на 30%. О, я понял, он пинтограммы делает. Не надо на меня булькать своей фигнёй. Блин, он себя реально легенит. Уйди от меня. О, нет, 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 нет. Ха-ха-ха-ха. Хилку, хилку, хилку в студию. Скорее. Желательно. Спасибо. Я в него так попадаю. Он, правда, регенится, как тварина, но... Да ну нафиг! Нет! Ну, блин, у меня нет никакого другого источника хилки. Это печаль. Ребят, хоть бы из вас что-то выпадало бы. Буль-буль-буль-буль, блин. В общем, каждый раз, когда он набулькивает, надо отходить в другую сторону. А, он набулькивает, просто отходишь в другую сторону и всё хорошо. Стой! В смысле, у меня нет другого источника здоровья, если у меня есть тотем. Да, короче, тотем здоровья. Я забыл про него. У меня ещё нет другого источника хилки. Так вот, пожалуйста. Главное, попадать в него, попадать постепенно и потихонечку попадать. Всё, на этот раз я тебя слил. Сдохни, тварь! Просто куском динамика под конец. Шарах! Блин, лук дали какой-то хороший, охотничий. Давайте посмотрим. Лук, лук, лук. Так, это у меня 15. Лук на 19. Ха-ха! Это я, кстати, не прокачивал. В смысле, тут скорость меньше. Хлебушек ты, я съем. Ха! Что этот лук у нас даёт? У нас есть отравленное облако, даёт шанс 30% отравленное облако, выражающее всех врагов на 3 секунды. Вот это круто! Дикая гонка, попадание у врага даёт шанс повернуть его в бешенство, заставляя без разбора атаковать всех подряд. 20%. Кстати, неплохо. Общенные снаряды разрастаются в полёте, нося дальний урон, дополнительный урон удалённым целям. Вот это, кстати, круто! Так. Заряженный выстрел наносит больше урона и сильнее отбрасывает врага. Это неплохо. Рикошет не хочу. Пока что, по крайней мере, бонусный выстрел. При любом выстреле также происходит второй выстрел в ближайшие врага. Урон от выстрела 10%. Так, ну исходя из того, что здесь есть повернуть в бешенство. Я бы насчёт, наверное, дальних врагов. Чем дольше летит, тем это... Так было бы круто стрелять по боссам. Вот, а здесь рикошет или бонусный выстрел под завязку. Заряженный выстрел наносит больше урона. Давайте вот это. Бонусный и дальний. Возьмём вот такой вот комбо. Знаете что, у нас же есть прокачанные какие-то вещи. Так, стоп. Меч сразу разбираем. Мантию-то разбираем. Она слишком слабая. Лук разбираем. Этот тоже. Получается, лук, который у нас сейчас, он медленный. Так я понимаю. Хорошо. Так, это мы переносим, это мы уносим, это мы убираем. У нас есть арбалет. Хух. Блин. Да, начинает становиться сложноватенько. Победа. 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 Круто. Так. Неплохо, неплохо. Вот я ждал боссов, ждал боссов, ждал боссов. И первый же босс меня ушатал. Ну, настоящий босс. Жнец. Жнец со своей души мёртвых, прежде чем отпускать их в колдовские... В колдовскую гроздь силы. Что? Ты вообще... А, ты артефакт. Да, я, наверное, вот так вот сделаю. Теперь у меня... Что у меня? Тотем. Скорость. Скоростью надо чаще пользоваться. Я, наверное, забываю про неё больше, чем... Ну, нужно бы побольше помнить. Мощь 17. А вот эта штука, что она делает? А, я здесь не могу этим воспользоваться, только среди врагов. Ну что ж, болота оказались не такой простой задачей, как мне могло бы показаться на первый взгляд. Но мы это прошли, всё хорошо, всё нормально. На этом, наверное, сегодняшнее время мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...